Дорогие друзья, хочу рассказать об итогах работы, связанных со скоростным трамваем. Получили поддержку Министерства финансов, Министерства транспорта Российской Федерации и надеюсь, что на следующей неделе мы получим решение правительства, в рамке которого область должна будет получить 330 миллионов рублей на реализацию первого этапа строительства скоростного трамвая. Но так как конец года и, понятно, времени остается совсем немного, то эти средства будут направлены на замену контактной сети, а также закупку новых подстанций, что является неотъемлемой частью реализации проекта «Скоростной трамвай». На будущий год будем также стараться сделать все для того, чтобы оставшиеся суммы, а это более 6 миллиардов рублей были выделены и работа пойдет уже по замене путей и многое другое предстоит сделать для того, чтобы создать все возможности для запуска скоростного трамвая. Кроме этого, вы знаете, работа идет по обновлению парка троллейбусов. Возможно, кто-то уже на новых троллейбусах даже проехал и можете оценить. Мне это будет интересно. В планах запуск троллейбусного маршрута между Саратовым и Энгельсом, еще раз хочу об этом сказать, это все на контроле. Но и, безусловно, те решения, которые были приняты с 1 сентября по заработной плате. Надеюсь, что в октябре, как только будет возможность, встречусь с коллективом Ленинского депо на Буровой и поинтересуюсь, как изменились условия работы, заработной платы и вообще, насколько сейчас эти изменения заметны. Понятно, что они должны касаться не только Ленинского депо, но и других подстанций депо. Это единый проект города Саратова. На будущий год в планах также найти промежуточное решение по трамваям, с тем, чтобы затем уже выйти на закупку нового транспорта и по трамваям, и по троллейбусам. Но вот это обновление, найденное по троллейбусам, мы видим, все-таки улучшает состояние транспорта, ну и, конечно, комфорт пассажиров. Поэтому для нас этот проект является очень важным. Город должен быть экологически чистым, а это значит приоритет за городским электрическим транспортом. Поэтому мы будем создавать условия для тех, кто работает в городском электротранспорте. Поэтому давайте вот уже буквально через месяц оценим первые шаги, ну и дальше наметим прям конкретное решение, которое позволит сделать наш городской электрический транспорт эффективным, комфортным для жителей, ну и, конечно, имеющий огромные перспективы для развития. Спасибо. Спасибо.